Всем привет, дорогие друзья! Привет! Добро пожаловать на наш Мукбанк-канал. Сегодня мы снимаем Мукбанк с Михаилом. Мы славно поработали и сейчас славно покушаем. Да, Мишань? Да. У нас целую мантышницу. Одна мантышница, загрузка 90 мантышек. Мы её всю абсолютно продали. А потом решили, что для семьи-то вообще ноль мантышек. Две, да, осталось там, у нас чуть больше поместилось. Две мы с ним съели и такие хлоп-хлоп глазами. Давай сделаем ещё одну мантышку, мантышницу. Короче, забубенили ещё одну мантышницу на 90. Тоже с лишним, с копейками мантышек. И Олега с Алексеем уже покормили, они приезжали с работы. А теперь будем есть сами. Всем приятного аппетита. У нас там, кстати, соевый соус. Нам надо было? Да, я как раз их рисовала. Двигаешь? Соевый соус, и они ещё сметанку кушали, Михаил. Возьмём. Давай, неси, короче, всё. Ложечки тоже. Сметанка, скорее всего, в холодильнике. Соевый соус на столе у них оставался. И ложечки не забудь. Чимчи по-корейски. Здесь просто лучок с зеленью. Так, это у нас соевый соус тут немножко за кадром будет. Лучок с зеленью. Здесь огромное количество овощей, витаминная такая тарелочка. И, собственно, мантышки. Соевый соус. Чай у нас обалденный. Клубничный, Мишутка, у нас чай. Клубничный чай. Ложечку не забудь. И свет выключай. Чай клубничный. И у Мишутки, у меня, в общем, нам приятного аппетита. И всем, кто с нами ест, тоже желаем приятного аппетита. Ну как? Это божественное. Не зря старался, лепил. Не зря. Даже без никакого соуса божественного, да? Ссылочки на рецепт мантов. Рецепт мантов и чимчи. Мы вам оставим внизу в описании под этим видео. И переходите на наш основной кулинарный канал. Готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Всем желаем приятного аппетита. Спасибо. Тебе соевый? Угу. В другой уголок положи. Овощей? Не любишь ядиску? Тебе три тогда. Полезно же, надо кушать. Можно было быть больше, чем три. Угу. Спасибо. На здоровье. Клиентам тоже мы соевый соус даем с чесночком. О-о-о-о. Я сегодня папе не рассказала. Сейчас зрителям расскажу. Зрители. А, мой фартук. Вы заметили, кстати, у меня? Луиджи. Луиджи. В прошлый раз оранжевый фартук, в этот раз зелененький. Короче, я себе набор из 12 фартуков и шапочек купила. Напишите в комментариях, кто любит сериал Склифосовский. Я его обожаю. Не знаю, на каком сезоне, не помню. Я его остановилась, прекратила смотреть. Давно уже его не смотрела. Вот. Но там вот этот Аверин, Херур, да? Как его там фамилия была по фильму? Брагин. Брагин тоже постоянно любил шапочки менять. В операционную в разных шапочках. При том, что они у него со смайликами какими-нибудь были. Вот. Я тоже люблю менять, но они у меня просто однотонные цветные. Ты тоже смайлики любишь. Угу. Ммм. Своевым соусом вообще бомбязно. Так, давай зеленушечку полезную. Сидеречек. Ты любишь похрустеть? Один давай. Ммм. Классно. Ммм. Что я хотела зрительно сказать? А. У меня. Я делала морковку. Морковка sold out. Порядка, сейчас скажу. Порядка. Восьми килограмм, наверное, на моркови у меня была. Семь-восемь килограмм моркови. Все подчистую продала. Вообще не ожидала такого ажиотажа. Клиентка заказала, а я думаю, дай сделаю побольше и объявления дам. Давно не давала, летом вот последний раз давала. Как налетели, как начали писать. Короче, все, sold out. Все кончилось. Клубника. Клубника, да, классный? Угу. Вот. я делала морковку я потратила весь чеснок абсолютно принципе для мантышек чеснок не нужен но когда делаю соус я делаю зелень специи это кориандр кладу черный перец не кориандр красный перец чеснок уксус я тебя разбавляла вот и тут я понимаю что у меня нет вообще ни одного ни одного зубчика чеснока через 15 минут уже буду выключать мантышки чё делать мишутка завтракать сидит мишенька срочно в магазин беги короче течение 10 минут ни одна бы доставка не справилась бы течение 10 минут мишутка мне принес головку чеснока я его так похвалила я честно так горжусь своими детьми я говорю в 11 лет вот так помогать это просто ну просто мамина гордость ты умничка сынок ты молодец вот ни одну мантышку не слепил не слепили вот эти вот ручки блогера миллионника все вот эти вот маленькие 11-летние ручонки лепили абсолютно каждую мантышку около 200 мантышек мы купили 90 продали клиентам и себе осталось около ста да короче вот это все слепил мишаня он конечно нын он конечно стонал как он устал и так далее и тому подобное я как бы разрешила ну как бы не то чтобы разрешила я ему говорю включи себе мультики сиди лепи а я делаю знаете какую работу раскатываю тесто разрезаю его кладу начинку а он их только залепляет вот его задача только залеплять вот я говорю сиди лепи это мама там когда тесто раскатываю она достаточно длинная у меня то есть надо в полный рост я стою прямо управляю этим тестом то есть мне садится вообще не вариант мешутка ему только залепить 4 6 уголков на каждой мантышки он сидя работает вот я говорю расслабься просто говорю получаю удовольствие просто говорю наслаждайся мультиком отличный воскресный денек говорю с мамой за компанию лепишь мантышки смотришь мультики но что может быть лучше да ты просто расслабься и отдыхай не воспринимая это как работу и да вы знаете что я вам хочу сказать он меня послушал все нытье прекратилось мне кажется ему самому легче стало даби шутка все он больше мне ни разу не сказал ну я устал или там еще чудо сидел смотрел мультик лепил мантышки такой вот молодец при том что я его так научила мантышки лепить мигает красным пойду выключи это видео потом перекину на айфон айфон неси продолжаем разговор поменяли телефон поменяли микрофоны короче у нас везде батарейки сели в микрофонах в телефоне мы их чуть подзаряжали буквально за 15 минут почти 50 процентов до айфона вот при том что я научила мантышки лепить мешутку так что перед клиентом действительно не стыдно он их так красиво лепит вот если бы я сама их лепила они были бы точно такие же да зайка ты умничка мама гордиться тобой я говорю какая бы жизненная ситуация не сложилась всегда сможешь себе вот таким образом на кусок хлеба заработать что-то хотел рассказать зрителям я помню ну что мы через ну мы через день уходим в тренажерный зал и ами такой тренажер там где ты берешься надавливаешь и там зачем-то этот ремень безопасности на нем стоит типа ты пристегиваешься и делаешь ремень безопасности тебе нравится тренажер понятно все нет папа тоже сказал пораньше придется работать чтобы пойти в тренажерный надо маме тоже да начать с вами ходить до для здоровья они молодцы прям не пропускают через день в тренажер уходят она здесь у меня горит у меня красный серьезно красный мигает он короче разряжен у тебя давай тогда одним один микрофон все-таки не ожил поставила на зарядку но что-то он и на зарядке чуть не горит как бы в америке на минуточку в течение месяца товар можно сдать обратно на минуточку а месяц прошел хорошо потом потестить ручь мне мой друг сказал что он на фейсбуке недавно купил playstation 5 у тебя каплю весимся долларов на playstation 5 ну типа мне мама еще половину доплатит поможет да да я этого не знала что она говорила да мой друг нашел на фейсбуке за 300 долларов то есть чисто теоретически мне осталось 125 долларов может быть мы поменьше найдем не греми помню ты вон на оси по вдруг он не работает так мы же приедем туда и посмотрим ну мой друг сказал то что они приехали он в этот телевизор ставил playstation включил его показал что все работает а то что он через час или два зависает или отключается никто об этом тебе не скажет как у нас холодильник привезли работает все отлично претензий нет пока месяц не прошел да очень нет чин наверно у него там запрограммировано так месяц прошел можно ломаться угу все тюрьме не вернут так и есть это же не магазин и даже если playstation будет зависать через час то мы тоже можем продать до 50 это непорядочно это непорядочно если он дурачок так сделает например если он так сделает он дурачок то мы же не то мы же не такие мы же хорошие не хочу потерять 10 с лишним ну не 200 тысяч долларов я уже один раз купил себе playstation но он его украли у нас были такие непорядочные люди в нашей жизни но мы уже их не помним забыли вытеркнули только ребенок до сих пор помнит потому что там был мой playstation вот ничего страшного мешутка что у тебя будет ты в стране возможностей на минуточку как или иначе ты в самой выигрышной ситуации остался клиенту мы лепили мантышки я еще свой соус есть своего соуса маловато осталось клиенту мы лепили мантышки свинина говядина а себе мы сделали мантышки свинина говядина буквально 300 грамм и 700 грамм куриной грудки очень вкусно друзья мои и не жирно и очень-очень по вкусу шедевр мантышки 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 Длиннее, если бы она надувалась бы. Очень чувствуется то, что это куриное. Очень вкусно, да? Я не знаю, что есть вкуснее, чем мамина еда. Повезло с мамой? Да. Больше в России биг-тесты готовили. Вот такой вот. Теперь вырастешь жену, надо искать такую, как мама. Или быть как мама. Или быть как мама вариант. Неплохой. Но, видя, как ты мне помогаешь, наверное, ты будешь как мама. А если мы будем как вакцины? Будем к вам в гости приходить на мантышки, да? И дети помогать будут. А вы даже, если не знаете, как готовить, откроете популярного блогера, да, на ютубчике? У которого уже будет миллиард подписчиков. Я только сейчас представляю, а представляешь, у кого люди были, которые были родены первого года, второго года? Матю... Матюр 2012 и 1973 и... Ну, короче, не знаю. Блин, кого... Тем, которые были рождены в первого года. давно было это было круто когда с 1 1999 года вы переходили в 2000 обыкновенно мне уже задавал такой вопрос друзья напишите круто это было когда с 1 1999 переходили на 2000 год а я думал что это память задавал такой вопрос мне тоже шикарные мантышки да ребята подписывайтесь и готовьте не пожалеете у меня здесь внутри похоже на инь-янь на этом по самом низу ниже лимон здесь такая редиска внутри вся 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 заполнена редиской вообще пустоты не малейший нет ни в диске обалденно ввести по-другому было пустоты часто в турции вот как пустоты выглядели просто дырки такие не такая сочная была может быть это были гусеницы ну вот так круто узнать когда папа этого друга нашего был типа делал мультик про белого который смешной был куль-куль турцию друг я помню мы знакомились папа и даже он говорил мультик да он там не маленькую должность какую-то занимает в разработке что они этого мультика напишите в комментариях что вам больше нравится если вам предложили бы бесплатно нинтендо свит здесь микрофон нинтендо свитч playstation 5 или компьютер наверное компьютер люди выбирают потому что у нас аудитория взрослая взрослая а взрослые не отвечайте дети отвечайте а взрослые отвечайте чтобы вы выбрали айфон или андроид интересный вопрос вот у нас например алексей алексей противник айфонов я не противник но он не хочет может быть он что дорогой алексей я не противник но здесь не проблема а а а а а а а что мне больше всего в айфоне нравится это вот эта полосочка на андроидах там всякая кружочек треугольничек и квадратик да и квадратик а в айфоне просто так вот сделал у него но щеку м м м м м м м м чай на тебя помидорку а понял то есть ничем 5 нинтендо свитч или виртуальная реальность очки виртуальной реальности без нын то есть еще на работе есть компьютер успех одеваешь ну настраивающихся может играть нет ничего просто нужно заряжать и все не знала виртуально виртуальной реальности они без ничего работают просто у того мальчика у кого папа хуба бобу делал у него были очки виртуальной реальности и у него был только нинтендо свеч но и они сто процентов не были подключены к нему потому что ну это прямо видно было там были игры такие которые не были а как ты думаешь Эдвард тебя смотрит? передай привет вдруг смотрит передаю тебе привет в Турцию если ты еще там помнишь там мы к церковным нашим приезжали из церкви там тоже виртуальные очки виртуальной реальности были но там круче было да потому что там там было скалолазание саша с Наташей с Наташей а да просто типа я про других думала нет там Саша с Димой там есть Саша и Наташа есть ну да ой все наелась ничего так мы с тобой поужинали да честно говоря у нас кстати часы перевели и какой-то день получился непонятный быстро закончился как-то да короче я с утра как впряглась к часу вот должна была приехать клиентка и еще один другой клиент в итоге я где-то полдесятого начала лук чистить там фарш готовить тесто замешивать расскажи когда у тебя будильник прозвенел а сейчас расскажу вот полдесятого как начала так мне даже некогда было позавтракать не понимаю пожалуйста ой мне некогда даже было позавтракать потом Алексей с этим с Олегом приехали давай быстрее быстрее нам обед давай быстрее короче тоже некогда было мукбанг снимать ну кушать мне не на нельзя было потому что мне надо было снимать мукбанг вот они меня торопят я говорю это вы говорю давайте вот вам положила мантышки кушайте идите давайте расторопитесь вытащила вообще ложку зачем ты опять вот в итоге короче пока я их покормила пока я их выпроводила пока мы с мешуткой стол накрыли пока мы немножко подождали когда там зарядятся наши гаджеты горит зелененький да в общем в общем время сейчас уже а вот 1703 время уже пять вечера это мой первый прием пищи а мы шуткин второй на мишутку молодец успел позавтракать между между тем как я его гоняла в магазин за этим карликом. Чесноком. Я вчера забыла, что такое площадь. Да. В общем, мы наелись, друзья мои. Было очень вкусно. Рекомендуем. Готовьте обязательно. Мясо можно абсолютно любое брать. Как видите, здесь у нас микс. Клиент заказывал свинину говядину. И там оставался чуть-чуть у меня фарш. Буквально 300 грамм. Туда я добавила 700 грамм грудки. И вот получается такие, можно сказать, диетические мантышки у нас получились. Практически из куриной грудки. В основном. На вкус вообще никак негативно не отразилось. Вкус просто потрясающий. Готовьте обязательно любое. Берите мясо. Из любого мяса получится просто перфект. Ну, а мы будем заканчивать это видео. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова. Пока-пока. Не забывайте сыпать соль вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok